Привет, друзья! В этом видео я разберу интереснейшую, полезную и практическую концепцию, которая поможет вам не только в вашем покерном развитии, но и в развитии в других сферах жизни. Эта концепция называется «Лимитирующий фактор роста». Именно эту тему выбрали у нас в голосовании на моем телеграм-канале. Чуть-чуть ее опередила тема «Главный инструмент по работе над игрой на лимитах НЛ-25, НЛ-50, НЛ-100», но я решил записать сначала разбор концепции с лимитирующим фактором роста. Почему? Да потому что без знания этой темы вы, скорее всего, не будете пользоваться никакими инструментами, тем более такими инструментами, которые нужны для того, чтобы интенсивно много работать на лимитах НЛ-25, НЛ-50 и НЛ-100. При этом бонусом к лимитирующему фактору роста на лимитах НЛ-25, НЛ-50, НЛ-100 я также разберу, какие есть лимитирующие факторы роста, когда вы играете более низкие лимиты. Да, когда вы играете НЛ-5, НЛ-10, НЛ-2 может быть, да. То есть, что ограничивает ваш рост, что вам не дает подняться по лимитам выше. То есть, вообще, что такое, в принципе, лимитирующий фактор вашего роста? Это нечто, что замедляет ваше движение. Вот представьте, как некая пробка на дороге, да. То есть, вы могли бы притопить, ускориться, но пробка на дороге мешает вам это сделать, вы в нее попадаете, и вместо того, чтобы ее объехать и быстро двигаться дальше, вы стоите в ней. То же самое происходит и, например, на низких лимитах, и на более высоких лимитах. То есть, есть некоторые лимитирующие факторы, которые сильно затормаживают ваше движение по лимитам выше. И если вы эти лимитирующие факторы устраните, то ваш рост будет гораздо более быстрым. И давайте мы это разберем сначала на примере низких лимитов, а потом перейдем к чуть более высоким лимитам, к лимитам НЛ-25, НЛ-50, НЛ-100. Ну, начнем с самого начала, да. Почему многие ребята не поднимаются с микролимитов, там, с НЛ-20, НЛ-5, НЛ-10, бывает, катает их месяцами, а то, может быть, и годами. Какой лимитирующий фактор роста есть на этих лимитах? Самый главный лимитирующий фактор роста, это так называемые околоигровые моменты. То есть, многие думают, что проблема кроется в том, что они не умеют играть, что у них нет хорошей стратегии игры, да, проблемы с психологией. Но нет, ребята, собака парилась в другом. Лимитирующий фактор роста, это околоигровые моменты, это все, что на самом деле находится рядышком с игрой. Не во время даже игры, не во время, когда вы там чекрейзите или конбетите, а около игры. Что сюда входит? Околоигровых моментов очень много, да, но когда вы начинаете, например, свое профессиональное развитие в покере, самых низких лимитах НЛ-2, НЛ-5, НЛ-10, например, вы можете выбрать не ту дисциплину. То есть, если вы, например, работаете, да, у вас работа занимает там 8-10 часов в день, а вы решили играть МТТ, МТТ вам не подойдет как дисциплина, потому что вы просто не сможете ее совмещать с работой. Сессии в МТТ по 8-10 часов длятся, у вас нет кэшбэка, да, у вас нет стабильного притока денег, как это, например, есть в кэше, вы не можете поставить игру на паузу, и вы просто не можете на самом деле совмещать вашу работу и игру. То есть, вы выбрали просто неподходящую дисциплину на старте, это первый из множества околоигровых моментов. Есть и другие околоигровые моменты, например, вы играете кэш, все здорово, все классно, но вы не получаете тот самый кэшбэк, а это очень важно на низких лимитах, кэшбэк или рейкбэк, как его еще называют, потому что на низких лимитах очень высокий рейк, то есть комиссия, которую с вас берут за игру. Поэтому, если вы часть этой комиссии не возвращаетесь себе рейкбэком, то вы можете просто не побить лимит. Очень большой удушающий рейк на низких лимитах, 10-12, ББ на 100 на лимитах, там, НЛ-5, НЛ-10, и поэтому вам важно выбрать рум, в котором будет рейкбэк. Например, раньше ребята играли на Старзах, когда там был рейкбэк 5%, потому что они все привыкли играть на Старзах. Сейчас кто-то, например, играет на ГГ и думает, что у него хороший рейкбэк, но на самом деле на ГГ покер рейк выше, чем обычно, и реальный рейкбэк, а не нарисованный, 15-20%, потому что там хитрая система учета рейка, поэтому на самом деле реальный рейкбэк раза в 2 ниже, чем тот, который там написан. И поэтому за счет большего рейка и меньшего рейкбэка реального, на самом деле многие играют, например, на ГГ, там, с реальным рейкбэком, там, 10-15%, и этот рум тоже не подходит для начала вашей покерной карьеры. Также около игрового момента является наличие софта, то есть без софта для обучения, для игры вы будете просто развиваться в десятки раз дольше. Это тоже такой же лимитирующий фактор, то есть вы, если выбрали неправильную дисциплину, вы не будете расти, если вы выбрали неправильный рум, вы не будете расти. Если вы не установили, не разобрались софтом, вы не будете расти. Еще один около игрового момента это банкрол менеджмент, да, некоторые новички используют либо слишком агрессивный банкрол менеджмент, там, 5-10 баинов на лимит, проигрывают свой банкрол, да, и все, игра заканчивается. Другие, наоборот, в другую крайность ударяются, там, мне нужен банкрол 100 баинов на НЛ-10, я должен быть уверен, что я его бью с хорошим виндрейтом, и только потом я поднимусь на лимит и выше. Нет, это тоже около игровой момент, у вас должен быть сбалансированный банкрол менеджмент, чтобы не засиживаться на лимите, но и не играть слишком агрессивно. Ну, в среднем подходит такой средний банкрол менеджмент, типа, там, 20-30 баинов на лимит, этого достаточно, когда вы играете низкий лимит НЛ-2, НЛ-5, НЛ-10. То же самое касается других около игровых моментов, очень важных, которые влияют на скорость вашего подъема, потому что у вас может быть хорошая стратегия игры, вы можете неплохо играть, но вы, например, играете в руме, где у вас нет кэшбэка, и при этом вы, например, еще не селектите игру, то есть вы часто играете стол с плохим фишом или без хобби игрока, играете не в часы пик. И если бы вам просто поменять рум, лучше заняться селектом, возможно, вы уже с вашей текущей стратегией игры уже побили бы тот самый, там, НЛ-5, НЛ-10, который вам не поддается уже не первый месяц. То же самое касается других около игровых моментов, рабочего места, отвлекающих факторов, да, потому что вы можете плохо играть за то, что просто часто отвлекаетесь во время игры. У вас неподготовленное рабочее место. Вы, возможно, не распределяете верным образом пропорции игры и обучения, тут тоже есть разные крайности. Ну и большинство ребят просто, например, очень много играют, да, там, 80-90% времени играют и совсем мало времени уделяют работе над игрой. И потом удивляются, почему же у них плохая стратегия игры и они никуда не растут. И все вот это, да, все это можно объединить единым словом около игровых моментов. То есть это и есть тот самый лимитирующий фактор вашего роста на низких лимитах. Пока вы все эти вопросы не порешаете около игровых моментов, вы так и будете очень долго и неэффективно барахтаться на низких лимитах. Играя либо не ту дисциплину, либо играя не в том руме, либо без софта играя, либо плохо селектия, да, выбирая игру. Либо у вас будет настроено рабочее место, либо вы не будете выстраивать верные пропорции. И вот пока вы с этим не разберетесь, вы так и будете толкаться в этой пробке. Как только вы это решите, ваш рост значительно ускорится. Поэтому вам нужно разобраться в первую очередь, если вы играете низкие лимиты с около игровыми моментами. И при этом лимитирующий фактор, они есть и в обычной жизни, да, вот куда вы не посмотрите, вы будете видеть лимитирующий фактор. Если говорить про основной лимитирующий фактор в целом, если мы вынесем покер немножечко за скобки, да, у игрока, какой он есть. Это время. У большинства текущих сейчас игроков в покер основной лимитирующий фактор роста это время. Почему? То есть вы работаете, большинство из вас работаете, либо учитесь. У вас работа, основная деятельность занимает 8-10 часов в день. В этом случае вы обучаетесь самостоятельно и вам в среднем нужно там 700 часов на самостоятельное обучение. Ну представьте, сколько вы будете по времени обучаться 700 часов. Если вы работаете, да, ездите до работы туда и обратно, спите, да, отдыхаете. То есть если вы на покер уделяете, ну там 3 часа в день, а вам 700 часов нужно на самостоятельное обучение вложить. Почему я знаю эту цифру хорошо? Потому что я столько часов потратил на старте своей покерной карьеры. Но тогда, когда я начинал, у многих ребят не было вот этого лимитирующего фактора, да. То есть не было лимитирующего фактора время. Потому что многие ребята, которые начинали там 10-12 лет назад, это были студенты, это были малые ребята, которые только закончили, да. То есть у них не было семей, не было каких-то больших обязательств. То есть я, например, жил с мамой, меня обеспечивали, я мог покером заниматься круглый день. Я занимался по 12 часов в день, сам вот сидел, все это гриндел, разбирался. Ну вот, и я этого лимитирующего фактора на себе особо не прочувствовал. Хотя тоже чувствовал, что мне нужно больше времени. У вас сейчас основной лимитирующий фактор это время, и если вы с этим не разберетесь, то вы не подниметесь высоко в покере, потому что для того, чтобы развиваться в покере, вам нужно вкладывать в него свое время. Как же это решить? Как, например, решить лимитирующий фактор с точки зрения того, что вам нужно 700 часов уделить на самостоятельное обучение? Для этого нужно использовать так называемые бустеры роста, использовать те инструменты, которые сократят ваше время на обучение, которые устранят этот лимитирующий фактор, потому что 700 часов, но объективно у вас только не будет, пока вы работаете. Но если вы найдете себе тренера, либо напарника, либо покерную конфу, которая вам будет быстро передавать знания, которые вы сами 100 часов нарабатывали, вы сократите время на обучение. Если вы установите и разберете в софте для обучения, вы будете использовать специальные эквилиаторы, может быть, солверы, вы будете покерные трекеры использовать. Опять же, время на обучение сильно сократится, если вы этого не будете использовать. Если вы возьмете готовые решения, то есть вы не сами будете выдумывать, какой вам нужен префлоп, а вы возьмете готовую посчитанную префлоп модель, например, в солвере, или вы возьмете готовые линии игры на постфлопе, это, опять же, сильно сократит ваше время на обучение. То есть у нас ребята, например, на курсе покер-про, за счет чего они быстрые результаты получают? Потому что они быстро получают и тренера, и напарника, и покерную конфу, и софт для обучения, и готовые решения. За счет этого то, что другие ребята проходят за 700 часов, они это проходят за 70-100 часов. То есть они сильно сокращают свое время на обучение. Им, конечно, все равно непросто даже 70-100 часов на обучение найти, когда вы работаете. Но тем не менее это реалистично, это достижимая цель. То есть вы должны понять, что пока у вас ограничено время на покер или на любую другую деятельность, это касается любого другого, например, вашего рода занятия, может быть вы и не покером хотите заниматься, вам нужно понять, как это время найти, как сократить вот то время, которое требуется на обучение, на внедрение пульсовой стратегии игры. То есть запомните, когда вы играете на низких лимитах, у вас есть лимитирующий фактор, это, во-первых, околоигровые моменты, с ними нужно разобраться. И главный лимитирующий фактор, это время. Тоже нужно понять, как сделать так, чтобы этот лимитирующий фактор убрать. Ну а какой же лимитирующий фактор на лимитах НЛ-25, НЛ-50, НЛ-100? Вот на этих лимитах ребята как раз уже имеют много свободного времени. То есть они дошли до так называемого освобождающего лимита, мы его так называем. То есть когда вы уже дошли до такого лимита, который может обеспечивать ваши потребности, вы можете уволиться, например, с работы и заниматься только покером. То есть вы уже становитесь покер-про, вы зарабатываете себе на жизнь покером. Ну обычно это происходит на лимите типа НЛ-25, когда вы зарабатываете 700 тысяч долларов, или НЛ-50, когда вы зарабатываете в среднем 1500 долларов в месяц. Вот что происходит на этих лимитах? Ребята до этих лимитов поднимаются, они уже начинают зарабатывать хорошие деньги, они разобрались с околоигровыми моментами. Они внедрили плюсовую стратегию игры, они вроде уже играют лимиты, на которых хоть какие-то денежки можно зарабатывать. Но что происходит здесь? У вас уже нет никакого начальника, да? Зачастую сбивается режим, да? Есть некое преобладание негативных эмоций над позитивными. То есть начинается ухудшаться состояние ваше. То есть люди, которые играют НЛ-25, НЛ-50 или НЛ-100, почему у них не получается зарабатывать хорошие деньги? То есть у них ожидание среднее, там, полторы тысячи долларов, например, НЛ-50. Но многие зарабатывают 500 долларов, 700 долларов, накатывают там дистанции по 25-30 тысяч раздач в месяц и мало работать над игрой. Хотя, казалось бы, все для этого есть. Свободного времени стало масса. На работу ходить не надо, ездить на работу не нужно. Ну, занимайся покером, кайфу, чего еще хотелось бы. Но из-за недостаточного хорошего состояния вас, как личности, этого делать не получается. Что у нас понимается под состоянием? То есть это силы, энергия, это желание заниматься прям покером в удовольствие, в кайф по 8 часов в день. Чтобы просыпаться каждый день с горящими глазами, да? Чтобы открывать столы, чтобы открывать, например, софт, учить новые линии, чтобы вам это было интересно, в кайф. А многие ребята, которые играют НЛ-50, они уже в покере не первый год, для них такой покер стал рутиной, неинтересным занятием, они вообще не понимают, зачем они им занимаются. Плюс сюда еще накладывается вот этот неоптимизированный распорядок дня, да? И так далее, и так далее. И вот это состояние ухудшается, и никаких уже 8 часов в кайф уже их нет. И пока это не появится, вы так и опять же и будете застревать. То есть ваш лимитирующий фактор роста, это ваше собственное состояние. Не проработав свое состояние, вы так и будете топтаться на этих лимитах и зарабатывать еще меньше вашего среднего ожидания. То есть что входит в ваше состояние? То есть физическое состояние, насколько у вас хороший сон, питание, привычки, физическая активность, распорядок дня. У многих покеристов просто начинается сбиваться, ложитесь спать в 4 утра, встаете уже разбитый, уставший. По витаминам просадка, по питанию просадка. Короче, вы уже проснулись, но уже устали. И когда у вас физическое состояние плохое, естественно у вас нет никакого желания заниматься покером. И вы не будете им заниматься. И пока вы это не наладите, да, свое физическое состояние, дальше вы не сможете двигаться. И плюс состояние себя включает не только физическое состояние, а это также включает и эмоциональное состояние. Да, то есть когда у вас в покере начинают преобладать негативные эмоции, а покеристы как правило умеют хорошо подавлять позитивные эмоции, А вот эмоции негативные, тильда, там поорать на монитор, пошвырять мышку в стенку, постучать кулаком по столу, это получается. То есть обычно у покеристов, которые вот уже регулярно играют, например, 050 или 0100, есть такой дисбаланс с точки зрения эмоций. То есть они начинают приунывать, да, прям приунывать, потому что, ну, покер превращается в рутину, эмоций уже позитивных не получается, да. То есть когда вы выигрываете банки, для вас это уже нормально, да, и вы каких-то позитивных эмоций не испытываете. А когда вы проигрываете банки, вы получаете негативные эмоции. И тоже здесь нужно это наладить, да, за счет, например, общения, за счет интересных хобби, занятий спортом, да, чтобы в вашей жизни, да, были позитивные эмоции, чтобы это перевешило негативные эмоции, которые, например, вы можете получать из покера. И если этого нет, да, ну, то крайняя вот эта, крайняя степень низкого эмоционального состояния, это депрессия, да, когда человек в депрессии, он вообще ничего не хочет делать, он будет лежать и ничего не хотеть делать. Так же, как крайний уровень физического состояния вот здесь, это типа, ну, если человек заболел, да, физически заболел, опять же, он не будет заниматься ни покером, ни чем другим. И нужно с этим разобраться, да, понятно, что есть не крайние меры, а какие-то там серединки, но вот пока вы не будете физически здоровы, у вас все будет хорошо со сном, с питанием, с привычками, пока вы не будете эмоционально себя хорошо чувствовать, вы не захотите заниматься покером по 8 часов в день. Вам это будет не в радость. Третье, да, состояние ваше, что тоже, что и влияет на ваше общее состояние под лимитирующим фактором состояния, да, мы понимаем вас вообще в целом, ваше состояние. Вот когда оно у вас хорошее, вы можете играть свою iGame со свежей головой, прям хорошую игру показывать. Когда оно у вас плохое, вы ничего показывать не будете, будете накатывать маленькие дистанции, да, и зарабатывать мало денег, хотя вы вроде как уже неплохие лимиты, когда идете и 050, там, или 0100, или 025. Что такое интеллектуальное состояние? То есть это, когда вы обучаетесь стратегии, когда вы создаете новые нейронные связи даже в других видах деятельности. Почему? Чем полезны хобби? Не только тем, что они вам дают новые эмоции, да, приятные, но что они создают нейронные связи в вашей башке. То есть вы можете там заниматься боксом, вы можете ходить на футбол, хоть там крестиком вышивать, чем угодно. Любая новая деятельность создает новые нейронные связи, развивает ваш мозг. И если вы развиваетесь в нескольких аспектах, да, то есть, типа, занимаясь там вышиванием, или просто, там, не знаю, начнете петь, играть на гитаре, боксом займетесь, да, для вас, чтобы это будет новое, на самом деле у вас будет прибавка и в покере. А здесь как происходит зачастую? Ну, ребята играют NL50, немножечко уже приуныли, подзабили на работу над игрой, появляется, может быть, некая такая корона, типа, да я все знаю, как бы, я уже тут полтос играю, сотку играю, чего мне там учиться? И к чему это приводит? Опять же, люди перестают работать над игрой, работают мало, начинают отставать от поляны и как раз показывают худшие результаты, застревают на этих лимитах. Ну и последняя, да, составляющая вашего общего состояния, это духовное состояние, то есть, это вопрос, ответ на вопрос, зачем вы вообще занимаетесь покером? Для чего вам это нужно? Какая у вас цель, миссия в жизни? Да, то есть, люди, многие не осознают, для чего им покер, поэтому они такие, блин, а что будет с покером, ну, типа, что со мной будет, если покер закроют через два года, а вот если все запретят? Ну, зачем мне в него, типа, вкладываться, да, с полной отдачей, если его можно закрыть в любой момент? А вообще, покер это мое или не мое, да? Да, то есть, многие еще не осознали, что покер, на самом деле, это просто одна из ступенек пути. То есть, они, когда вы еще не нашли ответ на вопрос, зачем вам заниматься покером, вы не будете заниматься этим делом с полной отдачей. А на самом деле, для многих из вас, осозная, что покер это просто ступенька, да, и такой некий трамплин в другие области развития, это уже хорошо помогает осознать, что вы здесь можете накопить денег, можете стать богаче, потом заняться чем-то другим. И тогда, когда вы это для себя осознаете, найдете ответ на этот вопрос, да, у вас появится большая цель, которая вас будет вести, то есть, ваше духовное состояние, оно будет более прокачано. То есть, у вас появится понятная для вас цель, да, понятно, как вы ее будете достигать, и у вас появятся силы и желание это делать. Да, вот когда говорят про мотивацию, про энергию, то есть, вам понятно, зачем вы занимаетесь покером, вы начинаете кайфовать от этого, да, если у вас при этом с физическим состоянием, с эмоциональным, с интеллектуальным все окей, то вы прям начинаете шарашить, вот вы просыпаетесь с горящими глазами, занимаетесь покером, и вам хочется им заниматься, вы не из-под палки им занимаетесь, типа, о, надо откатать какую-то еще дистанцию, разобрать раздачку, нет, вам это по кайфу. Но пока вы вот это состоянием своим не решили, да, вот это так и будет такое приунывшее, тягучее, уставшее, бессильное состояние. И, конечно же, имея такое состояние, никакие инструменты, новые стратегии по работе над игрой вы внедрять не будете, у вас просто не будет сил, желания этим заниматься. Поэтому первое, с чем нужно разобраться на лимитах НЛ-25, НЛ-50, НЛ-100, это с вашим состоянием. Запомните, это ваш лимитирующий фактор роста. То есть, вам нужно наладить свое состояние в целом, да, как вы уже видели, она из разных аспектов состоит, для того, чтобы вы занимались покером с кайфом, да, по 8 часов в день, вам это приносило большое удовольствие. И вообще, на самом деле, концепция лимитирующего фактора, да, она поможет вам и в любых других сферах жизни. То есть, неважно, чем вы занимаетесь, там, спортом, отношениями, там, деньгами, вот везде задайте себе вопрос очень простой. Какой у меня лимитирующий фактор роста сейчас? Какой у меня лимитирующий фактор роста, как мне его решить? Потому что, ну, например, какие бывают лимитирующие факторы роста в доходах, да, потому что, например, многие в покер приходят ради того, чтобы заработать больше денег. Ну, если мы возьмем сейчас не покер, а какие-то другие варианты заработка, да, ну, вот, может быть, ваше текущее место или вид деятельности, он лимитирует ваш доход. То есть, вот, типа, что не делай, как не работай на вашем месте текущем работе, например, в два или в три раза больше, вы не заработаете никак, да. А может быть, в конкретной компании вы заработаете, а может быть, по конкретной специальности. Вот у меня есть друг хороший, да, мой такой друг с детства. И он долгое время, сколько я его помню, он продавал кальяны, он был просто гуру продавцов кальянов, вот он все про них знал, он хорошо их продавал, но на текущем месте он больше зарабатывать не мог. Он зарабатывал там что-то типа 70, может, тысяч рублей, то есть он зарабатывал неплохо, да, продавал хорошо, да, он прям продажник такой от бога. Ну вот, что не делай, ты больше не заработаешь. Уйдешь в другую компанию, будешь те же самые кальяны продавать, ну, ты тоже столько же будешь зарабатывать. Ну вот. И он, кстати говоря, проходил курс для новичков, и вот он осознал этот лимитирующий фактор роста и просто поменял работу. То есть он начал продавать не кальяны, а ушел в другую компанию и стал продавать дома. Ну, типа, тоже те же самые продажи, только тебе продают не кальяны, а дома. Разобрался в домах, начал продавать дома. И он стал получать зарплату в два раза больше. То есть не 70, а 150. Ну, просто потому, что дома дороже, чем кальяны. То есть вашим лимитирующим ростом доходов, например, может быть место, либо вид деятельности. И для того, чтобы этот лимитирующий фактор снять, да, нужно, ну, задуматься о том, как вам это можно изменить. Либо лимитирующим фактором роста дохода может быть окружение. Бывает такое, что, ну, вы попали в какое-то изначальное окружение, которое говорит, а, забей, да чё ты, да не высовывайся, да нахер тебе это надо. Ну, это могут быть друзья, да, которые там со школы остались. Это могут быть, на самом деле, и родные иногда, да, бывает даже такие близкие, такие, типа, да не высовывайся, да нахер тебе это нужно, да зачем тебе это пробовать, да вот здесь, типа, стабильный, надёжный, давай. Бывает и такое, бывает, что ваше окружение, прям, да, которое вот вы там, вы прыгиваете из этого балла, то они такие, да нет, останься, останься, да нет, нормально всё, короче, чё-то не рыпайся. Оно вас ограничивает, да И окружение приводит к тому, что вы не растете, например В доходах вы не растете, либо в какой-то любой другой деятельности И для того, чтобы расти, вам нужно поменять окружение Потому что если вы бухаете там каждый день с ребятами у подъезда Ну вряд ли вы где-то будете развиваться, в том числе и в покере Просто у вас не будет опять же на это время сил и желания И это может являться вашим лимитирующим фактором роста Как-то не странно, деньги могут быть лимитирующим фактором роста вашего дохода Я это хорошо знаю на своем примере, потому что, например, когда я начинал играть в покер Я устроился на работу таким копирайтером в интернет-газету Это тогда так только появлялось И я работал аналитиком финансовых рынков Я ни хрена про это не знал, мне нужно было быстро обучиться этому И я вот фигачил по 12 часов в день Там смотрел какие-то РБК, звонил там все, говорил Че, как там, как акции будут себя вести, голубые фишки куда пойдут И я получал хорошие деньги То есть я получал 1000 долларов на тот момент И это я еще работал на полставки Я, конечно, как папа Карла там впахивал Ну вот, там по 3 материала в день писал Но я получал 1000 долларов И у меня еще была перспектива там зарабатывать 2000 долларов Ну вот И при этом я занимался покером Я занимался покером И если бы я бы мыслил только исключительно категории денег Ну то есть объективно я на той работе зарабатывал больше, чем я бы Если я ушел в покер Да, причем в покер, ну это был такой для меня тогда нестабильный Непонятный источник заработка Но тем не менее Для меня был всегда первичный интерес в моей деятельности И когда я заработал в покере за 2 недели 500 долларов На НЛ25 впервые Я такой, о! Ну раз я заработал за 2 недели 500 баксов Значит я за месяц заработаю 1000 Все, увольняюсь Ну вот, уволился Следующие 2 месяца катал в ноль Ничего не зарабатывал У меня была подушка безопасности большая Я жил с мамой, да, как бы проблем не было Но в чем здесь идея? Что если бы я исключительно в рамках денег бы смотрел Что типа вот здесь денег побольше То я бы не ушел в покер Или в покере, например Я уже играл сам лимит НЛ50, НЛ100 Там зарабатывал полторы-две тысячи долларов в месяц Но мне стало интересно давать тренировки И я их начал давать бесплатно То есть если бы мне были бы интересны только деньги Я бы не начал давать тренировки Я просто дальше бы гриндил А я давал тренировки бесплатно сначала То есть я вообще никаких денег не получал Я там 3 или 4 месяца тренировал на роде за бесплатно И потом, да, прошло какое-то время Год или 2 года У меня уже была расписана очередь на 3 месяца вперед На индивидуальные занятия По 150 долларов в час стоила моя тренировка, да Ну и казалось бы, что, как бы, кайфуй Я мог катать, там, НЛ400, НЛ600 тренировать Но мне было интереснее развиваться дальше Хотел развить свою платформу Создать сайт Покерабилити И я на целый год отказался от тренировок То есть я их не давал Ну прям это было очень чувствительно для меня То есть я там мог 5-6 тысяч долларов зарабатывать одними тренировками Но я от этого отказался Начал создавать платформу Потому что мне это было интересно То есть на самом деле иногда Лимитирующим фактором роста ваших доходов Могут быть деньги ваши, сейчас, текущие Потому что когда вы начинаете пробовать что-то новое Обычно вы всегда в доходах падаете Ну это понятно, потому что вы начинаете там Почти там с нуля или с первого уровня Но при этом В какой-то деятельности, да Как вы помните, с первого пункта У вас все равно может быть потолок доходов И, например, там потолок доходов Когда я работал копирайтером Была тысяча, либо две тысячи долларов в месяц И если бы я на текущие деньги Повелся бы, да, то я бы не ушел в покер И не стал бы зарабатывать больше Поэтому подумайте Какой у вас есть лимитирующий фактор роста Например, ваших доходов Либо в каких-то других видах деятельности Подумайте, что является Лимитирующим фактором вашего роста Подумайте Ответьте на этот вопрос Это очень важный вопрос Важная простая концепция То есть нужно просто ответить себе на вопрос Что является лимитирующим фактором моего роста В текущей деятельности И как я это могу исправить Да Как я его могу исправить Как я его могу устранить Как я вот эту пробку могу объехать И поддать газу Да, то есть что я могу сделать Для того, чтобы С этим лимитирующим фактором справиться И тогда ваш рост прям он будет Более скоростным, более быстрым Ну что, ребята На этом наше видео подходит к концу Я вам рассказал концепцию Лимитирующих факторов роста Поставьте, пожалуйста, лайк Если вам понравилось Чтобы я быстрее записал следующее видео Да, следующее видео Это будет главный инструмент По работе над игрой На лимитах НЛ-25, НЛ-50, НЛ-100 Но я надеюсь, что вы уже к этому времени Поработаете над своим состоянием Если вы играете эти лимиты У вас будет силы, желание, энергия Заниматься с этим инструментом Потому что на самом деле Этот инструмент непростой И нужно с ним заниматься месяц, два месяца Но он дает прям ощутимый прирост в скилле Вы делаете такой прорыв Да, вы переходите на лимиты выше У вас начинает увеличиваться доход Поэтому, если вам понравилось видео Пожалуйста, лайканите Да, мне будет очень приятно Ну и как можно быстрее запишу следующее видео А на этом все Я вас всех благодарю за внимание Всем хорошего дня Удачи с вами Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok